книга открытым оком вопрос 2186 том 8 тема объединения почему у вас не заладились отношения с новым епископом алтайским максимум может быть можно что-то подправить чтобы помогать друг другу тем более столько говорят о соединении рпцз с московской патриархии отвечает игнатий тихонович лапкин пока не удается слишком уж арьяна он начал собирать против себя общественное негодование что-то необычно талантливое по глупости вот и партияльная газета алтайская миссия номер 11 за 2003 год страница 3 так характеризует его ревность о своей в кавычках славе что даже покойному позавидовал убрал его с территории епархии под видом того что много мол на могилу антония приходило людей и мешало максиму трудиться во благо русского народа и всего человечества кавычки открывается официально священный сенот вынес порицание в адрес преосвященнейшего максима епископа барнаульского и алтайского пришло письмо из московской патриархии которое мы публикуем полностью цитата ваше преосвященство священный сенот на заседании по председательствам его святейшества святейшего патриарха московского и всея руси алексия второго 6 октября сего года внимательно изучил обстоятельства сложившиеся вокруг перезахоронения первого епископа барнаульского антония епископ антоний был перезахоронен без ведома священно начали без оповещения священнослужителей епархии и верующих барнаульцев без соблюдения законных норм без получения согласия матери и без должных в таких случаях почестей приличествующих почившему в сане епископа вашим поступком была возмущена общественность администрация области и края средства массовой информации телевидения длительное время комментировали эту тему епархия должны епархия должна была объясниться по этому поводу в прокуратуре связи с создавшейся ситуации учитывая принесенное вами покаяние его святейшеству патриарху московскому и всея руси алексию священный синод выносит вам порицание управляющие делами московской патриархии митрополит воронежский и борисогребский сергий кавычки закрыты когда прочитают это цитата наказание синода взорвавшемуся хулигану то люди так разочарованно тянут и только то столько всего наворочил и порицание из этого порицания тоже можно сделать вывод по народной мудрости ворон ворону глаз не выклюнет мне приходилось беседовать с представителями администрации края прокуратуры края краевого суда юстиции журналистами все оценивают этот поступок как злобное самодурство мне приходится читать и смотреть фотографии о передвижениях этого епископа его окружении его схватках и ссорах своей вочине похоже что ему уже не научиться быть цивилизованным гражданином барнаула в его присутствии меня обзывает дворкин а.л. тоталитарным и прочее и он ни словом не одернул пустослово и лжеца он пока в открытую как будто на меня не наваливается но допускаю эту акцию советую епархию переименовать из барнаульской в бирюльскую все бы ему шоу устраивать то на земле то воздух сотрясать движущимися колоколами то на льду реки то голубей пускать как духовный работник он никакой и в чем мы могли бы объединиться с ним если бы он начал делать по евангелию то его бы тихо задвинули как гроб в сколопечерские штольни дайте сегодняшним епископам возможность жить по-апостольски они же без своего окружения состоящего из под халимов и карьеристов шагу не ступят тут же превратятся в самых заурядных просителей на кусок хлеба я молюсь за максима василия михайловича дмитрия рождение 23 февраля 1961 года чтобы бог дал ему совести смирение веры евангельской не бабушкиной галатам 2 14 они не прямо поступают по истине евангельской филиппийцам 1 27 только живите достойно благовествования христово чтобы мне приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе под вид подвизаясь единодушно за веру евангельскую приди он к нам мы бы его еще года три продержали в числе оглашенных пока допустили до крещения за то что только мне известно его выходках и проделках согласно канонов он должен быть лишен сана и быть в числе простых монахов до конца жизни за высокой монастырской стеной не вылазно страшно самовлюблен и дерзок сей не иоанн в арсенофии сам себя не поспешит сложить и пойти на стройку простым инокам относительно объединения с патриархией то это нужно даже не столько им как мирским безбожным властям хорошо об этом написали в российской газете за 9 апреля 2004 года страница 2 лавр в лавру цитата но есть резон и у российских политиков желать воссоединения церквей даже если вынести за скобки личную веру в бога и принадлежность церкви